Сейчас мы хотим перейти к Слову Божьему. Что мы учили неделю назад? Вы правы, мы учили послание Якова. Мы тогда выучили три коротких уроков. И я вам рассказывала, что были некоторые верующие, которые думали, что в послании Якова нет места в Новом Завете. Потому что Яков говорит про дела. И слышали такой человек, Мартин Лютер. Ему почему-то не нравился Яков. Он говорит, давайте мы его послание вытащим. Вытащим из Святых Писаний, потому что сказал Лютер, мы оправдываемся только верой. Частично он был прав. Он цитировал Рава Шаула. И Шаул в своем послании Римлянам. И также в послании Галатам. Он говорил то, что нам нужно обратить особенное внимание на веру. В эмуна, в эмуна, в эмонах, в эл рахамим, Мы получим верой, в милосердного Бога мы получим оправдание. И он прав. Но мы должны понять, кому писал в основном свои послания Рав Шауль или апостол Павел. Он писал язычникам. И язычники, которые поклонялись различным идолам, у них в голове сидела. Была такая стигма, что им нужно было что-то пожертвовать своему башку, для того, чтобы он над ним умилосердился. Но Шауль пытался убедить язычников. Он пытался дать им понять, что Бог Авраама Ицхака Иакова, он не как Юпитера или Зевса, или кто-то еще. У него есть личность другая. И его сущностью является милосердие. Поэтому он учил язычников, сначала вы поверьте в милосердного Бога. И вторую часть также и Павел учил. Например, в римлянах в седьмой главе он пишет, поэтому сделайте ваши руки инструментами праведности, но не инструментами зла. Что значит предоставьте ваши члены Богу в орудие праведности? Что это значит? Что наша голова, руки и язык, чтобы мы участвовали в добрых делах. И тогда Яков обращается к евреям. Те, которые уже 2000 лет знали. что не по нашим делам, он милосердно оснащится к нам. Яков говорит, если вы углубились в вашей вере в Бога, Авраама Ицхака Иакова, если вам открылся Маше, и та благодать, которую он передает вам, то насколько больше вам нужно, и добрые дела делать. Вы себя не оправдываете делами. Но машина, которая устроена для того, чтобы ложить асфальт, она ложит асфальт. И машина, которая устроена для того, чтобы фильтровать воду, он очищает воду. Если мы стали инструментами в руках Бога, для того, чтобы быть инструментами то, что мы должны, естественно, делать добрые дела. Это махшиват Яков. Такова была мысль Якова. Очень правильная мысль. И сегодня мы несколько вещей изучили. Откруйте со мной послание Якова, третью главу. И мой сегодняшний урок, это будет язык. Язык, наш язык. Язык. Сколько раз мы себе проблемы создавали из-за нашего языка? Кто-кто-кто себе когда-нибудь проблемы создавал из-за языка? Постоянно просто. Можно было бы замолчать. А Валь? Нет, но ты не замолчал. Нет. Еще чего? Мой босс, который сидит здесь, не любит молчать. И он двигает дело. Говорит, ну-ка, скажи ему так. Я слушаю его. Я вчера в фейсбуке смотрел одного проповедника Копленда. Очень известный человек. И он сказал так. Нет семейных проклятий. Но есть начальник нашей головы, есть наша голова, которая является нашим начальником. Помнит те проблемы, которые были у нас в поколениях. И говорит, у твоего отца такие были проблемы, у твоего деда были такие проблемы, поэтому будут и у тебя. И тогда человек своим языком соглашается с этим. И поэтому заставляет всю систему тела согласиться с этим и принять эту вещь. и тогда человек страдает от этих проблем. И Копленд говорит, но написано в Светы Писания, что его кровью мы освободились от всякого проклятия. Он умер за наши грехи. Он умер за наши грехи. И даже за наши болезни. И за наши проклятия. Азрак-иньян решен это цурат нигуль поэтому нужно просто изменить систему управления нашего начальства. И об этом здесь говорит Яков. В третьей главе я читаю стихи 8, 9, 10. Посмотрите на вашем языке, я буду на русском читать. А язык укротить никто из людей не может. И неудержимое зло он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца. Им проклинаем человеков сотворенных подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно так быть, братья. Все очень ясно, да? Ясно. Но мы продолжаем создавать себе проблемы. Но мы также знаем я из таких людей, что когда мы пришли к вере в Иешуа, я вдруг получил полную очистку своих уст. Я не был плохим парнем, но у меня была проблема с проклятиями. Вот здесь поднимают руки. Но когда я вдруг пришел к Иешуа, я вдруг стеснялся говорить проклятие. Это что? Матерные слова. Я учился в университете. И у меня там был друг один. Он уже русскую армию отслужил. И из-за того, что я много матерился, так мне друг мой сказал, тебя очень хорошо поймут в армии в русской. Но перед армией я пришел к вере. И много меня, кстати, осуждали, люди вокруг меня говорили, почему ты говоришь, как будто ты весь такой чистый святой. Просто уже не мог выражаться грубыми словами. Поэтому когда мы приходим к вере, Бог нам помогает. И в Якове в первой главе мы выучили. Там написано, если недостает у тебя мудрости, тогда приди к Богу и попроси. Послушайте. Найти мудрость это непросто. Мудрость приходит со временем и с благословением. Поэтому невозможно за один раз получить мудрость. Но Яков говорит, что если к Богу приходим с верой, то он дает за один раз. Есть такой принцип. Он связан не только с мудростью. Он связан со всем, что мы не можем получить естественным образом. Если у тебя недостает своих сил для того, чтобы получить отечения своих уст, так ты приди к нему. Я уверен, что между вами есть люди которые даже приходят для того, чтобы получить вечерю Господню. Но у них есть проблема с языком. Но здесь написано тем же языком мы проклинаем людей и благословляем Бога. И нельзя, чтобы так было. И поэтому здесь Яков не говорит только о нашем языке. Он говорит полностью если мы принадлежим нашему Богу, тогда наше отношение, все что у нас есть, должно отличаться. не будь так же гордецом. Не выбирай себе друзей по их внешнему виду. И так не важно, что люди думают о тебе. Важно, что Господь думает о тебе. Наш мир, в котором мы живем, это очень материальный мир. И он столько приносит неправильных стандартов. Эти стандарты влияют на нас. чтобы посмотрели на меня. Вот я посмотрите на меня, слушайте мои слова. Это влияет на всю нашу жизнь. Или на тебя оказывают влияние дома. Возможно, тебя унижают дома. Возможно, твоя жена тебя унижает. Или наоборот, твой муж унижает тебя. И тут ты находишь место, где ты можешь показать себя более великим, более сильным. С одной стороны, это естественно. Но это против Святых Писаний. Потому что мы должны быть рабами Бога и Его праведности. И как мы относимся? Это показывает написано в другом месте. Женщина. Написано про женщину. Но не важно, женщина это или нет. Там говорит и там автор не имеет в виду, что женщина должна себя уродовать. Все Писание говорит о красоте женщин. И она должна быть красивой. Но настоящая красота самая первая и самая главная это когда она умеет сохранять баланс и стабильность и у нее мудрость на языке. Это также связано с мужчинами. Ты думаешь, если ты будешь говорить великие слова ты станешь великим? Только если ты качественный человек твоими словами и твоими делами тогда видим что ты тогда настоящий мужчина или настоящая женщина. Это то, что имеют в виду Святые Писания. Также мы в нашей общине говорим про дружбу, про членство общины. И мы хотим чтобы настоящие члены общины чтобы мы как члены общины могли стандарты не только в общине показывать в отношении в одежде в поведении но также выносить их за пределы общины. И вот очень простой пример Моше который был лидером Израиля у него он был косноязычен написано что он заикался ему сложно было говорить слова но из-за того что он был раб Божий ему это не помешало стать величайшим человеком в истории еще еще один пример о чем написано в послании Якова спорить и ругаться давайте прочитаем кое-что это Яков четвертая глава это следующий урок ссоры я хочу с первой главы с четвертой главы я хочу прочитать семь стихов откройте свои писания откуда у вас вражды и распри не отсюда ли что вожделение от вожделения ваших воюющих членов ваших желаете не имеете убиваете завидуете не можете достигнуть припираетесь и враждуете не имеете потому что не просите это неправильные принципы жизни это потому что мы получили от этого мира неправильные мысли если ты хочешь быть уважаемым человеком тебе нужно быть таким и таким и это и это должно быть у тебя глупости важно что Бог думает о тебе важно насколько ты в мире с Творцом мира просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений прелюбодейте и прелюбодейте не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу или думаете что напрасно говорит писание до ревности любит дух живущий в нас но тем большую дает благодать посему и сказано Бог гордым противится смиренным дает благодать и так покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас наш наш язык наш образ жизни как мы относимся друг к другу это что-то одно и все это зависит от того что есть у нас в голове если мы думаем что правильная семья это то что мы видим в фильмах по телевизору это глупости это неправильно но если мы смотрим в эту книгу в очень древнюю книгу и самую актуальную тогда мы учим тому что правильно и гордость там совершенно не присутствует но там есть смиренность и желание служить Ицхак сегодня говорил об этом жертва Богу когда мы можем служить но у нас есть проблема мы отравлены эгоизмом мы хотим чтобы было нам подумайте о себе сколько вы можете дать другому здесь не говорится совершенно о деньгах я говорю об отношении можешь ли ты пойти кому-то домой помочь ему когда ты видишь что он нуждается без бесплатного и без просьбы ты смотришь и ты видишь нужду если мы посмотрим первую общину у них было такое отношение я знаю что есть большое большое количество людей в нашей общине которые чувствуют нужду и знают как помогают друг другу я думаю что я дам что-то что нас должно пристыдить хорошо что Надя сегодня не здесь Бабикова Надя ее муж умер сколько мы были на 25 человек были на похоронах это просто стыд позор она одна из старых членов общины и это правильно было прийти и дать последний долг уважения но я думаю что это должно измениться я просто снимаю шляпу перед Максом и Владом которые постоянно посещали эту семью мы община здесь говорится о том что мы должны измениться сердцем я благодарю Бога что у нас есть много людей которые испытывают добрые чувства друг от друга но здесь говорится о более высоком стандарте еще один урок планы на будущее кто планирует летом полететь за границу кто планирует зимой полететь за границу может быть на лыжный курорт на что-то такое приятное хочу прочитать несколько писаний яков яков 4 глава 13 14 15 и название моего урока планы теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и поживем там один год и будем торговать и получим прибыль вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар являющийся на малое время а потом исчезающий вместо того чтобы говорить если угодно будет господу я думаю что многие видели фильм мастера маргарита и там образом дьявола является человек по имени волонт и волонт говорит с двумя писателями с двумя атеистами и говорит им так вы говорите нет бога но как можно жить без кого-то у которого нет планы хотя бы на ближайшие тысячи лет они говорят не нужно никаких планов нужно только на 5 лет 5 лет запланировать и он говорит это не так человек не может настолько в своей наглости планировать откуда ты знаешь что ты будешь жив завтра я хочу сказать да нужно планировать нужно планировать но нужно планировать в Божьем страхе если Господь пожелает и не нужно постоянно говорить с Божьей помощью но это должно быть частью вас когда мы знаем что все что происходит в нашей жизни только если Бог позволит даже когда человеку дано 70-80 лет жизни даже иногда 90 мой папа сейчас в больнице еще два человека в палате одному человеку 93 года другому 101 это хорошо не знаем что для тебя Господь сделал и очень важно чтобы внутри нас было это понимание которое в Святых Писаниях написано как страх Божий здесь Яков не против планов он за то чтобы был страх Божий он против человеческой наглости я уже купил билеты на полгода вперед потому что сейчас дешевле пусть Бог позволит нужно чтобы это было частью нас по-другому мы гордецы и наглецы еще один урок последний урок на сегодня молитва и помазание елеем хочу прочитать несколько отрывков в Писании Яков 5 глава с 13 по 20 стих злостраждет ли кто из вас пусть молится весел ли кто пусть поет псалмы болен пусть призовет пресвитеров церкви общины и пусть помолится над ним помазав его елеем во имя Господня вы знаете эту практику сегодня не очень используют большинство из нас когда заболевают берут акамол а потом идут к врачу и только в самом сложном случае когда уже лекарства не помогают и страшно становится звонят старейшин на общение и говорят пойди помоли за меня может поможет еще опять-таки здесь что я имею ввиду не только потому что у нас упала вера в Бога который отвечает на молитвы но также и эгоизм эго здесь замешано я объясню почему потому что здесь написано когда приходит лидер или старейшина тебе нужно перед ним исповедоваться чтобы он помолился и исповедоваться это значит открыть ему что ты сделал что ты неправильно подумал что ты сделал неправильно ну что я в католической церкви нужно мне исповедоваться только богу но яков здесь далек от того чтобы быть католиком он еврей и знает что когда приходит к тебе старейшина общины и также связано с членством общины и сидит рядом с тобой и говорит тебе ну хорошо давай поговорим возможно тебе нужно открыть для себя и нужно немножко унизить свое эго и что происходит в этот момент возможно даже молитва не поможет но как минимум ты прогласишь в чем ты ошибся и у тебя будет шанс изменить свой путь понимаете о чем я говорю но мы боимся это мое личное не буду я говорить это никому и как реакция на это мы продолжаем жить в гордости и самооправдании мазер 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 яков кан это не это не мазер это не мазер молитва и помазание елеем его целью было объяснить что мы должны менять свой путь если мы услышим это слово тогда нам нужно согласиться потому что если нет кого-то кто тебя исправит и здесь через проповедь я не могу исправить всех но когда ты сидишь с кем-то один на один и он говорит послушай дорогой здесь ты ошибаешься твое мышление неправильное или твоё отношение не совсем правильное так не написано в Святых Писаниях тебе нужно здесь быть более сильным а здесь более слабым и так ты будешь подобен Иешуа и тогда ты получаешь исправление и тогда ты будешь более праведно стоять перед Богом и тогда будет работать та власть и сила которая спускается с небес и тогда на тебя тебя могут помазать масло и правосгласить над тобой вера и благословение и тогда Господь будет работать внутри тебя мы хотим фокус-фокус чтобы пастор пришел и помолился но здесь говорится не только про молитву здесь есть про изменение про признание изменения пути и молитва веры исцелит болящего и оставит его Господь если он содел грехи простятся ему признавайтесь друзья друг пред другом и молитесь друг за друга чтобы исцелиться многое может усиленная молитва праведного здесь написано признавайтесь ты кого-то приглашаешь у кого есть власть и вы просто разговариваете возможно у тебя взыграла амбиция возможно видно но никто не скажет потому что есть личное пространство у каждого человека и видят что ты вдруг задрал нос и вместо чтобы тебе что-то сказать люди молчат и также и лидер общины и старейшины потому что образ жизни изменился слишком много демократии у нас но когда приходят к тебе домой и говорят тебе брат или сестра извини но у тебя проблема ты неправильно относишься твои уста находятся не в правильном месте ты унижаешь свою жену или ты унижаешь своего мужа или ты гордишься здесь в общине или делаешь себя кем-то великим это является корнем проблемы Яков говорит именно об этом внутреннее наше исправление мы верим в изменение мира но изменение начинается с внутреннего человека об этом говорит Яков и когда он пишет он освобождает помазание Святого Духа я продолжаю читать 5 главу 17 стих или я был человек подобный нам и молитвою помолился чтобы не было дождя и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев и опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод свой на самом деле я не совсем понимаю эти слова есть кто-то кто может остановить дождь или наоборот призвать дождь я думаю что он просто нас убеждает больше молиться но здесь опять он говорит нам об этом я говорил уже если кто из вас уклонился от истины если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его пусть тот знает что обративший грешник от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов братья если кто-то из вас отошел от истины если кто-то поможет ему возвратить его чтобы он покаялся то это большое достижение это что Господь хочет от нас Господь дай нам мудрости и дай нам страх Божий и дай нам мудрый язык как разговаривать друг с другом возможно с твоим мужем или женой с твоими детьми с родителями друг с другом чтобы сказать что ты сделал неправильно не то чтобы Бог на вас под лупой смотрит это не наш Бог но он говорит будьте святы как я свят мы здесь в общине Шавей Цион очень хотим и желаем вам чтобы вы были святы не только в день субботний когда мы собираемся вместе к душим в плане праведности будьте простыми и смиренными людьми я молюсь отец чтобы ты помог нам чтобы каждый чувствовал свои амбиции возможно нам нужно покаяться возможно мы себя считаем слишком духовным как Илья но мы намного меньше духовным и в Машиях мы конечно сильны Небесный Отец я молю за каждого из нас чтобы дал нам помазание Святого Духа не менять другого но прежде всего изменить нас самих я молю чтобы нам почувствовать как мы говорим если мы говорим злые слова освободи нас от этого если мы быть смиренными людьми я молюсь Отец чтобы Дух Святой мог через нас делать чудеса и знамения в земле Израиля и при этой возможности я молюсь за все тело Мессии в Израиле были помазаны Святым Духом я молюсь за наших солдат и в нашей общении верующих и не верующих тоже мы страна которая постоянно на войне пожалуйста сохрани наших солдат молюсь чтобы ты сохранил нашу землю от всяких врагов и мы молюсь за тех которые смотрят через интернет наши собрания чтобы Дух Святой работал через них также Отец Небесный мы как Яков ищем того чтобы стоять в истине чтобы наша душа была исправлена и как говорит Яков что мы не можем достичь сами ты дай нам и молимся с верой просим тебя Keith и ann Суббат 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 hors ciento